итак дорогие друзья приветствуем компания профмонтаж я мороз алексей василий назар давно с вами не виделись лето я лично был в отпуске в общем еду сегодня делать обзор объектов будете с нами смотреть что происходит в планах у нас два объекта посетить там сделать разбор полетов назарами везем вот парень с отпуска приехал сейчас закинем на один объект назар кстати можете поздравить парень женился был в отпуске таскать вернулся уже жена до другим человеком женатым можем поздравить и я лично желаю назару назару и как супруг юлию счастья здоровья долгих лет жизни детишек вам побольше да кстати пользуясь лучшим юля хочу сказать что мы передали компания круг монтаж назара в добром здравии тебе он не пьет не курит так сказать спортом занимается я не могу понять вообще откуда потом плохие мужья берутся вот но это так слову желаем вам счастья и побольше детишек самое главное здоровья как приехали мы на объект сейчас немножко покажу обзорчик ребят это вот поселок танхаусов танхаус вы наверно знаете что такое это в городской черте такое с претензией на деревенский дом но вот одна секция скажем одних хозяев да тут же и гараж какой-то сзади там есть полисадник и дверь здесь такой же тоже кусочек земли тут машины можно поставить и все гороще вот и естественно два этажа еще комната есть на первом этаже и два этажа и кровля естественно вот одна секция это так сказать дом квартира нового хозяина сосед справа такой же сосед слева наша задача в общем так как понятно что в москве и вообще в танхаусе площадь ограничена она идет только вверх человек хочет а отремонтировать сделать себе мансардную кровлю именно сделать качественную и обустроить мансардное помещение так сказать добавив себе этим квадратные метры потому что здесь чердак был холодный планировался холодным изначально поэтому вот задача человека нового хозяина который приобрел это жилье разобраться с кровлей и обустроить мансардный этаж ну пойдемте внутрь посмотрим вот вот такая вот без отделки можно сказать только черного черного и все работы произведение произведены и инженерии скажем так простейшее отопление и электрика вот ребята здесь давай давай что-то делать налаживают быт купили мы унитаз подсоединили к системе сейчас пару дней идет обустройство и горячая да есть не горячая горячую а холодная нет горячая есть да а уже холодная нету системе стоят ну он цена нормально обустраивайтесь пока здесь ребята тоже вот так расположились линолеум или нормы так ковролина блюра взяли ну да но стройка пыльно на втором этаже быт да это прежде всего здесь навсегда хочется быть в чистоте тяжелого трудового дня главное не улетать шезлонгов не надо покупать это реанимация закачивать сделать что было хорошо конечно юра юр бери фонарь пошли наверх вот в принципе третий этаж вот уже являются ведь часть мансарды кто клиент хочет вот этот балкон видеть вот сосед сделал его обитаемым утепленным ну вот как в принципе с той стороны люди видите вот здесь закрывает его делает мансардным теплым посреди какие окна зазоры это шоупе зазоры какие-то ужас дома вот эти на продажу все это номинально я иду к тебе так что у нас творится здесь ну как я говорил это уже кровля холодная была тут у нас сварочная работа вот эту балку все вот это надо газосварка вырезать части юр присяти на посвяти вот в этой части и в той части вкладка будет где-то на метр эту верхнюю балку мы будем приподнимать тоже на сантиметров там сюда посвяти вот эту коньковую балку мы будем как бы ложить сверху на вот этот двутавр сантиметров 6 и естественно и докладывать с обоих сторон уже стропила будет это все для того чтобы помещение здесь было уже побольше и это этот этаж хотят сделать обитаемым тоже ну и задача это же пирог утеплить чтобы здесь было зимой тепло вот демонтажа очень много стяжку это все разбомбить а это вот это козырек с улицы до фальш кровли которую мы смыть тут он хочет еще ряд кирпича ну да среди толщина кирпич это как бы холодно будет да она по-любому стену наращивать демонтажа много вот это все разобрать еще вот это смотрите живой бетон железобетон это тоже надо демонтировать вот эту стену под этот коньковую балку металличес просто стойку сделать в этом месте хотя вот это железобетонная стена она воздвигнута для того чтобы просто кровли на нато балка металлическая на не сидит хотя можно обойтись по обычной стойке с вентиляцией вот это и разобраться вот это все долой вот эти стены из кирпича ну загляни сюда вот эту стену долой то есть демонтажа много это стена из кирпича хожу я в этих катакомбах ну на самом деле ребята площадь кровли она небольшая здесь всего лишь на 100 квадратных метров здесь с этим дымоходом разобраться его разломать потому что туда заведены вся вентиляция что она откуда занимает вот этот площадь здесь приличную вот смотрите как утеплено естественно здесь если дать в этом помещении тепло здесь будет сифонить будет конденсата куча поэтому нам надо все это за изолировать утеплить чтобы здесь было комфортно жить и в принципе в дальнейшем будем освещать как здесь будет происходить дела это такой первый вводный так сказать курс мы заехали на объект только-только итак дорогие друзья решил я съездить на диагностику значит людей мучает здесь первый отопительный сезон прошел мои подозрения что это конденсат сейчас я буду проверять пирог ну и они уже делали какой-то ремонт здесь стекла яндовая сейчас покажу вот в этом месте значит тоже они на нее грешили работники тут исправили ну говорит легче стало течь перестала значит сильно но все равно какие-то дефекты здесь есть они вот переживали и протечки где-то небольшие но есть значит смотрите вот сейчас я вскрыл накладку яндовой вот она на конек и положил значит первое мое наблюдение значит сейчас объясню вся накладка яндовой ведь прикручена длинными саморезами вот таким вот насквозь чтобы до обрешетки добраться и самое интересное видео стык тоже длинным саморезом если вот вам видно ведь вообще вот артисты это вот на всех стыках вот этим длинными саморезами они нижнюю яндовую про фигачили хочу обратить ваше внимание на то что это декоративно еду она просто для красоты прикрыть вот эти вот вот эту зону так сказать которая обрезалась какую-то может неаккуратность самую нагрузку несет ответственность это вот эта часть яндовой которая подкладывается вот эти листы там сантиметров на 20-30 там по разному и вот эта часть уж никак не должна быть с дырками вот по этой ендовой струится вода вот залетает в эти ответы 2 2 момент в ендовую я бы не стал крутить я уже опубликовал там своих видео ход протыкать саморезами саму ендовую если ендовая сантиметров 30 от центра сантиметра 3 старайтесь наносить саморезы в этом месте объясню почему ну что здесь киснет снег таскать стоит глыба вот то его начинают пытают водичка просто заходит под этот лист здесь мы видим что вроде саморез резиновой шайбы там втянут хорошо но когда водичка чуть поднимается внутри ендовой и доходит до этого места то с той стороны поверьте мне вот здесь отверстие тоже длинным саморезом было сделано видите это все потенциальной протечки то есть ремонт вроде бы как ендовой был произведен но смотрите с какими ляп ляпами вот длинным саморезом прям сам низ ендовой вот сейчас я хочу снять вот это вот прямо к что вот здесь вот этот клубок творится потом обратите внимание вот косой дождь вот что это такое вон там видно обрешетку вот косой дождь туда залетает будьте любезны значит это первое второе первое какое треть потом осмотрите оригинальное примыкание а суда что снег косой дождь сюда попадать не будет это вот это такая двускатная кукушка скворечник врезается в двускатную кровлю пожалуйста сюда снежок благополучно будет наметать тоже элемент протечки здесь такое вот смотрите вот это вот уголок был прикручен одним саморезом а под это таскать угловым элементом среди еще 22 отверстие вот как раз ендовая вода вылетает еще сюда что с этими двумя раз и два да то есть отсюда вылетает другая вода залетают под этот лист и в два отверстия у нас попадает как минимум кстати металлочерепица резалась болгаркой все он части такие заусенцы небольшой треугольник сказать устройство пирога то что кровля мансардная здесь второй свет здесь вот эта вся площадь кровли является таскать 5 стеной в помещении изнутри и добраться изнутри там уже сделана отделка невозможно только снаружи так вот смотрите видите вот о чем я говорил отверстие в яндовой до от саморезов вот этих вот здесь там сам в этом месте в этом месте а следы воды обратите внимание сейчас видно потеки здесь водичка шла вот видно потеки то есть говорит о том что вода ходит вот под этими листами и попадает вот в эти отверстия и уже изнутри ладно теперь поговорим о устройстве пирога но здесь классика жанра смотрите пирог утеплен довольно таки плотно значит тут он минимум сантиметров 150 может 200 даже но не суть гидроизоляционная гидроизоляция здесь и за век и за век по моему я точно знаю что гидроизоляционной мембраны вы за веке нет ну а дом был построен еще лет шесть назад лет пять шесть назад точно крыша была сделана вот он стоял там без отделки газ ждали пока проведут вот то есть при использовании простой обычной гидроизоляции нужно сделать нужно делать вен зазор еще под утеплителем и вот этой пленки с той стороны то есть надо воздух чтобы гулял и обеспечить заход воздуха на карнизе и чтобы и выход на коньке то есть двойная вентиляция двуслойная вентиляция при такой гидроизоляция должна быть вот верхняя в этом бруске исполняться и уже между утеплителями гидроизоляции с той стороны как видите она утеплена плот это первое и пойдемте посмотрим на конек если у нас там выход вентиляции да и кстати желательно это гидроизоляция еще на коньке должна быть прорезана то есть чтобы выход выходил и пойдемте посмотрим на конек вот классика жанр вентиляция вся заглушен уплотнителем ведь вообще конечки самопальная конечно они коротенькие сантиметров 15 самопальные дешевенькие согнули их там сами на станке значит здесь нужно вот этот уплотнитель отсюда выкидывать значит такая классика жанра то есть вроде все сделано нормально вот обрешетка исполнила под черепицу отлично видите все саморезы вниз волны идут нареканий нет ну вот эти незнания технологии незнания строительных материалов куда что применять вот приводит к таким ошибкам здесь тоже желательно нужно вскрыть посмотреть вот как две и новые связали в этом узле тоже вот проблемная зона постоянно здесь вот протечки и вот мастера прокалывается на это пока пока здесь покажу вот как дымоход забацали здесь вообще так сказать вход шло все и вот здесь даже любого цвета саморезах видите как оригинально дымохода обошли значит герметик ролик я не знаю как они его подсунули туда что как-то так герметик рулит я плакал ну вроде не течет вроде не течет болгарки тесанули не знаю нечаянно диагностику завершенные как всегда есть решение вернее два вариант минимум вариант максимум вариант максимум это гарантированный ремонт либо какие-то полумеры подешевле что-то делать сезон смотреть как сечу помогло не помогло и уже так но считаю что в принципе этой кровли я бы его перебирал перебирал однозначно скрывал металлочерепицу надо же вот ребят сейчас стою здесь смотрите что я увидел вот прямом эфире что называется видите вот этот лист он закручен вот этот поэт поэтому скату всего лишь в двух местах вот по-крайнему ведь по крайне металлочерепицы а здесь нигде нету и по верхней надо же лишь только раз два три на четвертом листу начали крутить вот это просто вот банально забыли обалдеть смотрите вот этот вот на этом скате крайне завершен это как-то странно не в самом крае вот и под коньком середина вообще не закручена вообще обалдеть и так 400 просто забыли забыли прихватили и забыли бывает бывает ладно всем пока удачи здоровья берегите себя